Город, овеянный славой, окутанный мифами и легендами. Вот одна из них. Над цитаделью пролетал знаменитый барон Мюнхгаузен. Почти правда. Во всяком случае, упомянутое ядро в крепости точно есть. Сам барон штурмовал Бендера. Этим и оставила себе память. Городские легенды в продолжении выпуска. Фарфоровая тарелка, вмонтированная в стену надвратной башней цитадели. Они и есть малоизвестные легенды, которые относятся к истории покорения Бендерской крепости. Впервые она описана в 1916 году историком и археологом Никандром Марксом. Он был три года командующим военным Одесским округом и по военным делам Никандр Маркс сам военный. Приезжал сюда в Бендеры, но будучи этнографом, будучи таким вот фольклористом увлеченным, он собирал попутно, помимо своей военной деятельности, он собирал и легенды. До этого он написал легенды Крыма, шикарный двухтомник. И собирал легенды Бессарабии, нашего края. Согласно легенде, некая морюка была супругой турецкого коменданта крепости. Однажды она обиделась на Василия Лупу, который не захотел поклониться этой гордой женщине. По велению злой морюки невинного человека ослепили и отобрали все имущество. Став нищим, Лупу пел грустные песни и просил милостыню. Но даже это раздражало злую кокуану или по-турецки госпожу. У Василия отобрали тарелочку с медными монетами. Тогда тот произнес, что на этой посуде морюка унесет свое счастье. Так и вышло. По преданию, именно на этой тарелочке были вынесены ключи от крепости русским воинам после того, как в бою от русского оружия пал муж злой женщины. Эта тарелочка в 16-м году была еще мурована над входом в одну из башен бендерской крепости. И фотография ее дошла до наших дней. И в работе Маркса есть фото этой бендерской тарелочки. Легенда была опубликована в северных записках, Одесском листке, Николаевской газете и других изданиях еще столетия назад. В наши дни она вошла в первый том бендерской хрестоматии, изданный сотрудниками библиотеки.